Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск День за днём в студии Олег Соловьёв. Сегодня в программе. Все многоквартирные дома второго района находятся на циркуляции и обеспечены горячей водой за исключением дома номер 20. В администрации города состоялось еженедельное рабочее совещание. Два просрочена, да? Два и будете, да, наутилизации? Да, да. Борьба с незаконным оборотом оружия. Эта материя обрела особые благодатные свойства. Прибытие святыни в Десногорск. Смоленск-Стат проанализировал динамику цен на потребительском рынке региона за май 2019 года. С начала весны стоимость минимального набора продуктов по сравнению с началом года увеличилась на 430 рублей. Эта цифра выше, чем в других регионах страны. В результате анализа цен на 500 товаров и услуг специалисты выяснили, что больше всего в мае подорожали картофель, крупы и овощи. Их стоимость увеличилась на 30%. Растут цены и на топливо, некоторые лекарства и жилищно-коммунальные услуги. Стоимость последних выросла на 4%. Оплата холодного водоснабжения и водоотведения на 5,5%. А услуга по вывозу твердых коммунальных отходов увеличилась на 6%. 18 июня представители городских инфраструктур отчитались о проделанной работе за неделю и обсудили предстоящие события. Подробности в сюжете. Провела совещание Юлия Галикова, заместитель главы по экономическим вопросам. С важной информацией о проведении летних гидравлических испытаний во втором микрорайоне выступил генеральный директор МУП ККП. На тепловых сетях во втором микрорайоне был выявлен ряд дефектов. Вчера основная масса работ завершена. В настоящий момент все квартирные дома во втором микрорайоне находятся на циркуляции и обеспечены горячей водой за исключением дома номер 20, который будет пока испытывать перебой с горячей водой. Связано это с дефектным участком целиком и меткой, которая питается в этом доме. Сейчас решаем вопрос о полном и замене проекта на работу по этому дому еще продолжится. Также присутствующим коллегам Сергей Гайдачук, заместитель председателя Десногорского городского совета, напомнил о проведении 25 июня очередной сессии городского совета. О предстоящих событиях в культурной жизни Десногорска рассказала Анна Королева. 21 июня всех жителей и гостей города мы приглашаем в 7 часов на городскую линию эстраду в рамках мероприятий, посвященных памяти и скорби. С 7 до 8 состоится показ короткометражных фильмов участников молодежного кинофестиваля «Перерыв на кино». С 8 до 9 на городской линию эстраде состоится концерт «Реклием. Завтра была война». И с 9 до 10 на площади возле храма иконы Божьей Матери и всех скорбящих радости акция «Свеча памяти». 23 июня на стадионе акционерного общества «Атомтранс» состоится региональный отборочный чемпионат Смоленской области Центрального федерального округа по рубке шашкой Казарлав-Десногорске. А 26 июня в городе на летней эстраде пройдет акция «Скажи здоровью да», приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией. Предстоящая неделя будет насыщенной на события, и каждый найдет мероприятие по душе. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. Гагаринцы отметили День города. Районный центр, который сегодня носит имя первого космонавта, вырос из большого торгового села в один из самых экономически развитых городов Смоленщины. Торжественные мероприятия по традиции начались с возложения цветов к памятнику Юрия Гагарина. А на главной площади райцентра прошел парадшествие предприятий и организаций. В нем участвовали тысячи местных жителей и гостей города. Также горожан ждала насыщенная праздничная программа с ярмарками и концертами. Поздравить гагаринцев с праздником приехал и губернатор Смоленской области. Алексей Островский вручил отличившимся жителям благодарственные письма. За незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, соответствующей статьей Уголовного кодекса, предусмотрено наказание на срок до 8 лет лишения свободы. Однако подобная перспектива пугает далеко не всех. Подробности далее. 9 единиц огнестрельного оружия и около 300 патронов различного калибра. Такой незаконный арсенал до недавних пор был на территории Смоленской области. В регионе в течение нескольких дней проходило оперативно-профилактическое мероприятие по пресечению незаконного оборота оружия. За это время сотрудниками полиции было проведено более 20 обысков. Так, у вас два просрочено, да? Два и будете, да, на утилизацию? Да, да, да. Я не понимаю, что они мне теперь уже не надо. Оперативный интерес сотрудникам уголовного розыска представляли участники поисковых отрядов, коллекционеры оружия и ранее судимые за незаконный оборот боеприпасов. За незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку и ношение огнестрельного оружия и его основных частей и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с статьей 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции статьи предусматривают наказание от исправительных работ до лишения свободы на срок до 8 лет. При этом лица, сдавшие оружие добровольно, от уголовной ответственности по данной статье освобождаются. Из-за человеческой беспечности в Руднянском районе выгорело более 11 гектаров уникальной экосистемы. Огонь тушили пожарные регионы, сотрудники местного лесничества и арендаторы окрестных участков. Чтобы погасить пожар, потребовалось больше суток. Работа осложняла большое количество сухой травы и отсутствие подъездных путей. А ночью на территории пожара были слышны взрывы снарядов, предположительно времен Великой Отечественной войны. В настоящее время в целях обеспечения безопасности на землях лесного фонда Руднянского лесничества введены ограничения пребывания граждан в лесах. Ограничение продлится 21 день. Более 200 тысяч рублей злоумышленники похитили у жительницы Ярцева, угрожая игрушечным пистолетом. Трое парней, не достигших и 20 лет, напали на улицы на женщину. Преступники знали, что потерпевшая собирается ехать за товаром в Смоленск и при ней будет крупная сумма денег. Совершив преступление, подростки выкинули игрушечный пистолет и банковские карты женщины. Потерпевшая тут же обратилась в полицию. Раскрыть преступление помогли записи с видеокамер на ближайшей торговой точке. При обыске у преступников обнаружили похищенную сумку и часть денежных средств. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Молодым людям грозит срок от 7 до 12 лет лишения свободы. 17 июня в Богородице Скорбященский, Капитальный собор Десногорска, прибыла реликвия, которая по преданию принадлежала Деве Марии, Матери Иисуса Христа. Как был встречен поезд Пресвятой Богородицы, далее в сюжете. Поезд Пресвятой Богородицы – великая святыня для всех православных. Реликвия является единственным сохранившимся свидетельством жизни Девы Марии, Матери Иисуса Христа на земле. Согласно библейским преданиям, поезд был сделан из шерсти верблюда самой Преснодевой. Считается, что эта святыня обладает уникальными и особенными свойствами. 17 июня в поезд Пресвятой Богородицы прибыл в Богородице Скорбященский Кафедральный собор Десногорска. Это святыня, великая святыня. В чем ее святость? Потому что через соприкосновение с самим Господом, с Божьей Матерью, со святыней, эта материя обрела особые благодатные свойства. Всего за недолгое время пребывания Ковчега с частью пояса Пресвятой Богородицы в городском соборе святыни поклонились сотни десногорцев. Наиболее часто православные обращаются о даровании детей, об укреплении веры, об исцелении от различных болезней и укреплении семейных отношений. Кроме того, еще просят об исцелении от такого страшного заболевания, как онкология. Благословение на прибытие святыни было получено от патриарха московского и всея Руси Кирилла. Олег Славьев, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ. Подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, стали участниками смены Патриот. Шестой год подряд на территории Смоленской области по инициативе регионального УМВД проходит профильная смена. Ребята получают путевки на двухнедельный отдых и перевоспитание. В этом году смена открылась на базе детского оздоровительного лагеря Соколья-гора и приняла уже 110 участников. Организаторы смены считают, что каждому побывавшему в Патриоте удается изменить свою жизнь к лучшему и оградить себя от преступных соблазнов. Перед ребятами уже выступили полицейские кинологи со своими помощниками и известная патриотическая группа Троссера. Это на самом деле будет запоминающееся для вас, для всех время, проведенное в этом лагере. Это будут полуродные эмоции, которые вы будете сопровождать с новыми знакомствами, с ознакомлением как с территорией лагеря, так и с ребятами, которые вместе с вами здесь отдыхают. Хочу пожелать вам отдохнуть так, чтобы запомнилось не только на год, но и на всю жизнь. И коротко о погоде. 20 июня в Десногорске солнечно, температура днем 27, ночью около плюс 16. На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте А также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Олег Соловьев. Всего хорошего! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова А.Кулакова